Летом у северян сезон отпусков. Кто-то уже отдохнул, а кому-то только предстоит. Если раньше ямальцы отдавали предпочтение железнодорожному транспорту, то сейчас большинство ориентируется на авиаперелёты. Чтобы улететь на большую землю с максимальной выгодой находят разные способы. До Москвы относительно недорого билеты стоят. На двоих 24 тысячи в одну сторону получилось. А вот, например, нам надо ехать в Казань. Если прямым лететь до Казани, это очень дорого. Поэтому мы летим через Москву. Билеты брали заранее, за три месяца. Я летал в Барнаул, Новосибирск. Это в одном месте просто, там перелёты были. По стоимости вышел мой отпуск по билетам 1015, но мне повезло, у меня в этом году льготный. Поэтому, наверное, нормально. Терпимая цена, ну потому что брал заранее. Сейчас вот знаю, что по карте региональной «Морожка» уже планируется и внедрить такую скидочную систему по оплате авиаперелёта. Кто пользуется картой «Морожка», это очень удобно, очень даже так демократично. Но, к сожалению, я не сумела воспользоваться, потому что у меня был отпускной период в начале летнего периода. Летать дешевле смогут северяне уже после 15 сентября, но только с подтверждённым статусом жителя Ямала по программе «Морожка». Воспользоваться льготным тарифом можно будет четыре раза в год. Именно с такой периодичностью, по данным авиакомпании «Ямал», путешествует большинство жителей округа. Билеты по специальному сниженному тарифу можно купить уже сейчас. Сэкономить на путешествиях могут и многодетные семьи. Перелёт ребёнка им обойдётся в 2500 рублей. Эта мера поддержки была запущена губернатором округа Дмитрием Артиховым в 2019 году. За пять лет многодетные семьи региона приобрели около 90 тысяч льготных авиабилетов. Также ямальские многодетные семьи с пятью или более детьми или малоимущие семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, могут возместить расходы по оплате отдыха и оздоровлению, проживанию в гостинице или санатории. Стоимость возмещения за одни сутки составляет 1260 рублей на человека в сутки. Максимальный период оздоровления у нас 21 день. Оздоровление и отдых у нас возмещаются один раз в три года. В прошлом году этой услугой воспользовались 35 губкинских семей, а в этом уже возместили отдых 9 семьям. По словам специалистов в соцполитике, это только начало. Ещё не закончился отпускной период. Все прекрасно понимаем, что там бывает, что сначала дети на отдыхе, потом родители к ним присоединяются и едут дальше на какой-то отдых. Поэтому основной большой бум обращений за возмещением мы ожидаем в конце августа-сентябре, когда уже начнут родители и дети возвращаться с отпусков домой. Задача региональных властей – повысить качество жизни северян и создать максимально комфортные условия для всех ямальцев. Алина Гаврилова, Олег Короткевич, Денис Гонцов. Новости Губкинского.